Площадка Площадка работает 24 на 7 И мы видим, когда люди пишут И люди пишут ночью Кто-то уже стихами Кто-то, быстрее уложив мужа и детей, бежит к компьютеру Это женщина в основном Наконец-то отдохнув от домашних дел Заняться за компьютер И начинает писать идеи После этого стихи рождаются даже И очень интересно проходит проект А проходит неинтересный результат Интересный, потому что на площадке Иногда встречаются Люди разных профессий Разных полов, разных социальных групп Но находят общий язык Это здорово Я помню, когда прошел проект По здравоохранению, по детским поликлиникам И по взрослым поликлиникам На площадке, где неограниченное у нас количество людей Может зайти Встретились врачи и пациенты И поговорили через экран компьютера И какие-то вещи они разрешили сами собой Так в жизни не встретишься На площадке Мы показывали очень ограниченную версию Это презентация для студентов Московского университета управления И вот там правда Дети, ну не дети, да Молодые люди, 20-21 год И они когда смотрели Говорят, да нет Так это же было всегда Говорят, да нет 2014 год Проект Московские поликлиники Люди это предложили И действительно были удивленные глаза Поэтому Большое вам спасибо За ваше неравнодушие За ваши идеи За ваши энергии Давайте все-таки посмотрим Что нам удалось сделать За это время Чуть-чуть Первых лиц Я не могу без этого Потому что Ну это моя такая личная Наверное Гордость, радость То, что Первые лица города Мэр Москвы Сергей Семенович Лично Да Поддерживает такой проект Инициировал его Благодаря ему все это происходит Он следит Собственно Чтобы все было реализовано Валерий Владимирович Путин Также поддерживает На самом деле Идею Такого рода проектов И очень часто Иногда В закрытых режимах Да Советуют Городах Властях Реализовывать То, что сделала Москва Итак За эти три года Мы сделали 15 проектов Вроде Цифра не очень большая Всего 15 Но на самом деле За этим Небольшим количеством Относительно Проектов Стоит Свыше 130 тысяч Жителей Нашего города Которые подали Свыше 80 тысяч Дей О том Как улучшить Собственно Москву Это на самом деле Мы когда Показываем Вот эти вот цифры В международных Инференциях Нам не верят Нам В открытых Потом За колесами Подходит И говорит Слушайте Ребята А вы там Ничего Не приписываете Лишнее Нет У нас все Открыто Видно За каждой Идеей На самом деле Стоит Конкретный Житель Мы можем Это показать И можем Открыть Начнем с маленького Отступления Это проект Который Мы делали Уже Новые Команды Которые Появились Которые Подготовили Сами Для себя С кем Мы продолжаем Делать Все проекты По сей День Но на самом деле Для меня Этот проект Был Такой Уменьшин Такой Я очень боялся Я боялся Потому что Дети Это все-таки Одна из таких Тематик Которая опасна Перейди Черту Вправо Влево И на самом деле Загрызут Потому что Понятно Детей Поэтому Я боялся Этого проекта Но Когда мы Его запустили И стали Получать Идеи Я понял Что на самом деле Все хорошо У нас Действительно Все Обхватные Все понимают И не требуют Какого-то Сверхосмоса Потому что Опять же Мы очень бояли Что Такие будут Предложения Что было Сделано Ну Опять же Тематические Люди предлагали Разработан Стандарт Вожатого Который Мосгуртур Даже сейчас Пытается Тиражировать В России И собственно Лагеря Я честно Скажу Когда мой Ребенок Вырастет Я его Отправлю Без всякого Опасения В любой Из лагерей Который Составляет Город Москва И все Это сделано Для Молца Помните Этот проект Есть Кто-нибудь Участник Его Есть Да Ну Не ужас Ну Тяжелый Да Это был На самом деле Если так говорить Это самый Сложный Проект С точки зрения Того Что мы Просили От людей Это было Очень сложно Приложить Целую Модель Как Сформировать Управляющие Советы Которые Фуды Мы решили Что Буду Собраться На столах Поднимаем На 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 Друзья Если У вас Возникает вопрос Где же Мы Будем Презентовать Наши Открытки Я Зависел Зависел Презентовать Ваши Открытки Мы Будем Возле Ваших Столов Никуда Даже Идти Не Придется Я Придел Меффоном Отдам Его Вам И Расскажете Почему Ваша Выглядит именно так. Здорово устроился стол номер один, я ещё пока не знаю, как они называются, они уже всё завершили и уже фотографировались. Все другие проекты будут новую идею, всё прекрасно. Мы вместе, только вместе мы можем думать, обсуждать, творить, принимать решения и воплощать их. Спасибо большое вам, Екатерина, спасибо за такое прекрасное пожелание. Ваши презентации у вашего модератора и эта открытка оформляется к нам. Друзья, для того, чтобы вам было очень видно и слышно, вы можете подходить поближе, смотреть на то, что сделали ваши колени. В рамках срочного прошу. Давайте, не откладывая, делаем вам вечер, рассказывайте, сколько всего мы успели за столь короткий строк. И, пожалуйста, подождите всем остальным, сколько всего мы успели сделать. Прошу. Добрый вечер, уважаемая публика, мы решили сделать всё, тратиться им от 12 стульев. И здесь перед вами плакат советских времён. Срисован, как вы понимаете, на площадке с меня. Он лично с меня срисован. Ну, а дальше краудфортинг, который сегодня здесь мы празднуем, да, это коллективный ум. Сегодня сказали эту фразу, поэтому всё, что в голове женщины в любом случае, да, воплощают мужчины, которые здесь представляют кожу. Но как ли снова на этом плакате это цитаты, разобранные нашими жителями Москвы и которые бьют в самое зерно этого проекта. Лёд тронулся. Спасибо мэру за победу. Указывающий перст власти, рука владыка, ну и многое-многое командовать парадом буду я. Это великолепно. А наша команда называется бригада Украина, она работает за двух, поэтому у нас есть второй плакат. Проскажите, покажите, пожалуйста, потому что много всего успели сделать, зато короткий срок. Да. Значит, наш плакат выглядит вот так, наши поздравительные от проекта. Представлены известные архитектурные элементы Москвы, важные. Солнце, что отлучает радость. И много жителей, которые участвовали и подавали различные идеи во всех аутсорсинг проектах, которые у нас перечислены. Судя по вашему проекту и золотые жители Москвы, с золотыми идеями. Конечно! Спасибо огромное! Прошу, вас также будут у наших друзей подарки. Спасибо за то, что с такой мужской энвергией у нас не нашло. Затем проехал проекты, которые еще один час оставили завтра. Знаете, мне кажется, это один из самых круглых камней, о которых мы говорим, что именно неравнодушные люди делают этот мир прекраснее и лучше. И спасибо вам за такую потрясающую архитекту. И вам также достаются аплодисменты и подарки от наших ломатронов. Спасибо огромное! Это большая работа! И спасибо вам за ваше неравнодушие! Хорошо! Двигаемся дальше! Вижу я вновь цифру 3. Друзья, кто будет спикером от вашего слова? Думаю, самый счастливый, во-первых, у нас средний, который достатно из нашего ломатрона. И это номер... Ну, путем не начинается до 20. Номер 4! Номер 4! Вы у нас обладатели практически золотых медалей! Поздравляем вас! Проходите! Получайте ваши призы и подарки! Итак, вот номер 4 у нас последний был. Ну, в любом случае, друзья, это было немножко испытание и удача. Поэтому сейчас я прошу всех вас обратить внимание на наш экран. Поскольку мы будем сейчас задавать вопросы по истории нашего города. Если знаете правильный ответ, поднимайте руку, кричите. Если вы будете первыми, вполне возможно, что именно вам будет вот этот приз. Итак, первый вопрос. На какой улице находилось общежитие, в котором по приезду в Москву остановились Киса Воробьянинов и Остап Бендер из произведения «12 студий». Что это за улица? Как зовут вас? Как? Маргарита, совершенно верно. Я так понимаю, что вы покоите Ильфа и Петрова, либо просто знаете это место. Вы просто знаете. Прекрасно. И вот это не зря, поскольку вы получаете призы и подарки от нашего портала. Это сердце вражек. Совершенно верно. Приду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. А представляю? Зарод отрыв say pur, и тайку, и тайку put. Зародот один, и ты зачало расскажет на все наши собаки, блестные лизовыеruktы,ufen California и Горида. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Спасибо! Прекрасные слова! Прекрасная песня! И что крайне приятно, еще и танцевал, и зал! Спасибо огромное за этот ветер, который вам подарили! Ну что, у нас еще две композиции подсказывают мне, поэтому дерзайте, вы не играйте руки и пойте вместе с нами! Хорошо, двигаемся дальше и слушаем еще одну музыкальную загадку! Так, стоп, уже подняты руки, хотя... Вы серьезно знаете, что вы относитесь, да? Еще раз! Подмосковные вечера, говорите вы унивые? Унивые, да? Прямо вот... Других версий нет? Да их и не должно быть, потому что это подмосковные вечера! И мы все ждем, когда возьмете микрофон и начнете петь про то, что и не слышны, а тут даже шурки! Внимание на играх! Мог восьмидят большую, но играх маленький! Главное, чтобы вас было слышно! Все, вы видите, давайте в воздух рулетки побольше! Звучит музыка! Звучит музыка! Не слышны саду даже шурки, Сквозь летца летла до утра, Весли взнали мы, Как недороги, Под московные вечера. Если знали мы, как недороги, Под московные вечера. Вечерка движется и не движется, Раит лунного серебра. Песня слышится и не слышится В эти диньи вечера. Песня слышится и не слышится В эти диньи вечера.